Китай призвал НАТО перестать перекладывать на него вину за войну в Украине, ведь все, пошла риторика о времен Мао Цзэдуна. Мы советуем НАТО прекратить перекладывать вину и сеять раздор, не подливая масла в огонь и не провоцируя конфронтацию, а сделать что-то практическое для политического регулирования кризиса. Это кто это сказал правильно? Линь-Дзянь. Вот тот, который своего зама отправил к Путину. Линь-Дзянь. Этого человека они двигают очень серьезно. Двигают, я так понимаю, что вот эта вот группа, которую на сегодняшний день возглавляет Ван И, которую всех сожрала. И вот теперь, ну он у них официальный голос, видите, Ван И помалкивает, а этот всех херачит. Ну там еще человек есть с замечательным именем Хуй, которого везде посылают, этого Хуя, и он что-то говорит такое примирительное. Да, то есть Ван И говорит какие-то умные вещи, которые должен говорить император. То есть начнем с Цзиньпин. Он вообще добрый дедушка. Блять, миротворец вообще. Ван И разумный, говорит что-то примирительное такое, да, такое, что равновесие. Ну, с Цзиньпин иногда что-нибудь на Тайвань начинает только. Ну и Ван И. А так вообще все нормально. Но иногда Ван И по США еще пройдется там негативно. И вот этот Линь-Дзянь, который всех херачит, во херачу всех подряд, называется. То есть ему такие полномочия дали. И под ним вот этот Хуй, который, ну так его зовут, который, в общем-то, тоже созидательную работу проводит. Давайте я к вам приеду, чаю попью, поговорим за жизнь там. Ну и ездит. Вы видели, в Швейцарию он ездил. И раньше их всех и в Украину ездил, и в Москву ездил. То есть он никак не наездится. Это, конечно, политика современного Китая, политика убаюкивания. Но нет-нет, вот проявляется такая риторика маоистская. То есть в времен Мао Цзэдуна все козлы. Там специальных словечек очень много. Я сейчас уже их и не помню, сколько лет прошло. Но очень много специальных словечек, как империалистов надо погонять. Причем эти погоняла отличались от советских. Это абсолютно другие. Они прям ухо резали в то время. Вячеслав, вы же понимаете, что Си Цзиньпин презирает Путин? Конечно, презирает. Еще бы. Он видит какое-то ничтожное. Представляете, Си Цзиньпин сидит и думает. Блин, или там какой-нибудь Эрдоган. Вот если бы я получил такую машину в руки, как Россия. А в мире сейчас нет здравомыслящего президента, только вы знаете, что я вам скажу. Скорее всего, в мире нет ни одного самостоятельного политика там наверху. Этим это объясняется. Что нет ни у кого самостоятельности. Понимаете? Даже монархи в современном мире не самостоятельны. Как это ни парадоксально. Вот возьмите Ким Чин Ина. Казалось бы, вообще правит железной рукой. Может делать все, что хочешь. Что хочешь, можешь делать. Против Китая он пукнуть не может. Он поставлен на рельсы, да, и по этим рельсам едет. Он должен залупаться на Южную Корею и не может с ней договориться. Даже если захочет, не может договориться. Он должен залупаться на США. Он должен дружить с Путиным, потому что так ему приказал китайский император. И никак иначе. Если будет по-другому, значит, и Страева будет управлять. Потому что китайцы это не американцы. Тогда Си Цзиньпин заточит конек моментально. От путинского новичка или еще от чего-то там. От коронавируса, я не знаю. Сразу же, если будет дергаться. И кроме всего прочего, я говорю, то режим этот существует только благодаря Китаю. Поэтому и толстый это понимает. Вячеслав Асыс самостоятельный. Знаете, это очень сложный вопрос. Он тоже на рельсах. Он является частью системы, которая называется КПК. Это очень старая система. Она очень могучая. Он в этой системе занимает ключевую позицию. Его можем мы называть китайским императором. Но без тех людей, которые стоят на вторых и третьих ролях и поддерживают его, он ничего не значит без всяких ван-и и прочих. Вот того черта, который сейчас залупается на всех. Помните, который своего зама встречать Путина отправил. Вот если эти черты по какой-то причине. Такое невозможно. Невероятно. Но если вдруг они оболчатся против Сын Цзиньпина, все, его власть будет утрачена. Понимаете? Поэтому это работает только в системе. И я думаю, что его влияние на окружение, вот с точки зрения принятия единоличных решений, гораздо меньше, чем у Ким Чен Ына. Может быть, даже меньше, чем у Путина. То есть, ему приходится советоваться. И это видно. Товарищ Си, не равен Сталину по объему власти? Нет. Сталину не равен никто в среде живущих по объему власти. Это небывалая власть, конечно. То, что имел в руках Сталин, это власть невероятная. А здесь слова, кто определяет легитимность глав государства? Легитимность, на самом деле, не определена ни законом, ничем. Когда говорят, вот он неизбранный, он нелегитимен. Или массы избранных, которые нелегитимны. Легитимность – это некое ощущение. Оно как внутреннее. То есть, внутри. У народа это ощущение. И так и внешнее. У правителей других держав. То есть, если правители других держав понимают, допустим, что это гад конченный и так далее. Как про Путина. Американцы сказали. Да, мы признаем его президентом России. Выворы не те, там все-все не то. Но признаем. То есть, они признают его легитимно. Легитимизируют. И народ, если признает, да, это вот, да, он гандон, он такой-сякой. Но у него в руках власть, у него в руках силы. Он может нас загнуть. И поэтому не будем его провоцировать. Будем исполнять все, что он скажет, даже если это нам не нравится. Все. Вот она легитимность. Если вам кто-то хочет что-то другое объяснить, это вранье. Ничего другого нет. Вот она из двух этих компонентов состоит легитимность. На самом деле, Путин нелегитимен. Потому что в России основная масса его не поддерживает. Послушает, что в окопах говорят. Мне записи присылают. Диктофонные разговоры там в блиндажах. Говорят, ну да, он козел. Но там вот украинцы, они там. Если сейчас мы там что-то сделаем, они там прорвут фронт. Ну и бред несут откровенно. Но Путина не любят. И не любят все, кто там находится. Это я не совру. Ну, говорит, есть, конечно, там часть отмороженных таких с промытыми мозгами.